После победы над Северной Империей Хубилай движется на юга, чтобы уничтожить последнюю Южную Империю. И начнёт он, конечно же, с объявления войны, особенно учитывая, что сейчас Южная Империя занята войной с Ботанией, что, конечно же, нашему герою будет только на пользу. И первой его жертвой станет армия из пяти лордов, которая решила покуситься на замок Ториос, которых Хубилай разваливает без особых проблем. Следом за ними Хубилай подкаруливал ещё армию из трёх отрядов. И в итоге здесь у нас два представителя, последний из своего клана. Наш бравый лордик из братства решил в соло захватить замок Сиздайм, и из-за этого лорды сами идут для того, чтобы покончить со своей жизнью. И очередная битва Хубилая с вражеской армией, где враги буквально сами на нас мчатся. Но побеждать становится Южную Империю всё легче и легче, потому что эти дураки буквально сами на нас бегут. Ничего нам сами предпринимать здесь особо не нужно. А кавалерия заботится о врагах, так сказать, с фланга, если они, конечно же, появляются у нас. Поэтому проблем с развалом всех этих Южа, ну, действительно, не представляется вовсе. Это даже немножко печально. Ну, я ожидал от них хоть какого-то сопротивления. Если честно, в итоге единственное их сопротивление это попытка накуканить моего личного персонажа. Но это, как обычно, ну, бесполезно, особенно учитывая наличие у меня РТС-камеры, позволяющей жить, так сказать, даже после смерти и отдавать приказы с того света. Ну, сами понимаете. Ну, в общем, ладно. Людишка мы здесь разваливаем, теряя всего лишь 15 человек. Вообще, без особых проблем. Южная Империя, ну, хотел сказать на удивление, но нет, это было вполне ожидаемо. Что они покорятся мне так же легко, как и две Империи до них. А порой мне даже настолько фартит, что мне буквально подносят лордов на блюдечки. И, кстати говоря, совсем забыл сказать, что у нас началась какое-то время назад война с Ботанией. Они, кстати, довольно-таки близко к нам уже подобрались. То есть, помимо нашего замка Рессос, они еще захватили Диатму и вскоре, наверное, хотели взять еще Атрион. Но не тут-то было. Наша вот эта вот Мадама Тала стремительная начала захват Диатмы. Народ вражеский, ботанский подсуетился и привел сюда лордиков. То есть, как мы видим, здесь 6 вражеских лордов и никаких наемников. То есть, сейчас мы их налегке разваливаем, как вы, думаю, видите по соотношению сил. И спокойно, преспокойно получаем себе, ну, почти 6, ладно, 5 получаем лордиков, которых можем сейчас казнить у Ботани. А, они разлетелись по всем этим ребяткам, к сожалению. Но, ладно, я их как-нибудь соберу, то есть, или выкуплю, или поболтаю. Но главное, что 6 ботанских лордов просто сейчас мы с вами налегке развалили. Это круто. Ну и в итоге я нашел все эти 5 лордов. Пришлось, конечно, немножко потратиться, но с моими финансами это мелочи. Ну и, наконец-таки, мы можем казнить всех этих ботанских засранцев с исходу в Ботании на 5 лордов меньше. Ну и леди, конечно же. Это в будущем нам с вами немножечко поможет. Я чисто вот из-за этого неплохого подгончика думаю, пока войну с Ботанией не завершать. Пусть они пытаются нам поднасрать, а мы в итоге поднасрем им самостоятельно. Чем мы с вами, в принципе, и занимаемся. Ну ладно, пора вернуться нам с вами к Южной Империи, у которой осталось совсем-совсем чуть народа. То есть, да, вот два клана. Ключевой клан с одним человечком. А нет, Петрос, то есть. И ключевой клан с тремя. То есть, 4 лорда слэш-леди нам с вами осталось прищучить. И, в принципе, все. Я, кстати, не знаю, вот глава этого королевства свалил или нет. То есть... Да, да, свалил. Он просто был в плену в одном из замков нашего королевства. И я до него вообще никак не мог добраться. Но... Но. Он выбрался. Это хорошо. Значит, мы сможем самостоятельно его прищучить. Хотя, конечно же, не сейчас. В общем, нужно сейчас найти оставшихся 3-4 человечков. Потом найти еще правителя. И захватить замок Гаусс. По моим предположениям, именно он сейчас является центром Южной Империи. По итогу, у Южной Империи остается не 3 человека. Вернее, не 4. Остается 2. Одного из них я убил. Это правительница клана Петрос. А у правящего клана, оказывается, осталось 2 всего лишь человека и 1 ребенок. Я их немножечко перепутал. И в итоге правителем мы сейчас с вами сражаемся. То есть, главой Южной Империи. А еще дамочка из его клана уже сидит в основном из наших замков. Вернее, не наших, а наших вассалов. Из-за чего я до нее не могу добраться. То есть, бартера с ней никак не заключить. Типа, чтобы выкупить себе этого пленного и так далее. То есть, разве что забирать себе этот замок вместе с пленным. Но это такое себе, в общем и целом. Поэтому делать этого пока не хочется. Все равно, рано или поздно, этот пленный сбежит или что-нибудь еще. В принципе, можно просто убить сейчас этого правителя. И та дама станет правителем. В принципе, все будет нормально. Но у нас сейчас с вами началась, ну, продолжается война с ботанцами. Еще началась война с Вландией. Вландия это уже серьезный соперник. То есть, она уже начала в осаду брать Артизию. И еще какой-то там замок тоже на границе с Вландией. Это довольно-таки плохо. При том, что мы сейчас с вами находимся, ну, в центре имперских земель. Нам нужно идти на их границы, ближе к Вландии. В общем, далековато. Так что сейчас мы с нашей армией просто втопим. И будем надеяться, что ничего не успеют Вландийцы захватить. Иначе, конечно, это выльется в большущий гемор. Ну, а нынешнего правителя Южной Империи мы с вами казним. Чтобы ускорить выход последнего оставшегося знатного человека в Южной Империи. То есть, она станет правителем, поэтому за нее будут предлагать нашему вот этому вот клану большие деньги. И, соответственно, она по итогу выйдет. Вот она осталась одна. И здесь еще вот этот 10-летний ребенок, который я принял за взрослого. То есть, убиваем Рустику и все. С Южной Империей полностью покончить. А ну, конечно, перед этим нужно захватить замок Гаус. Возможно, еще Ханопсис или Миллион или все вместе. Черт его знает. Но, опять же, первоочередная задача нам сейчас с вами разобраться с Вландией. На Ботанию пока наплевать, они особо не агрессируют. А вот Вландия, Вландия устраивает нам здесь тотальную какую-то задницу. Потому что, ну, две армии начали захват. Одна армия Артизию, вторая Усанг. Но, благо, вот с этими ребятами Артизии мы с вами разберемся без проблем. А вот Усанг меня беспокоит. Так, кстати, осаду с него сняли. Это хорошо. Знаешь, все, что нам с вами остается, это подождать. Когда их численность сильно упадет. Особенно у дальнобойных чуваков. Потому что, как мы видим, их здесь просто мрак. Меня это, естественно, нифига не устраивает. Не хочется с таким количеством отличных ландийских арбалетчиков возиться. Это просто неприемлемо. Так что чем, опа, братство от меня свалило. Это поворот. Поворот неблагоприятный. Так что нужно как можно быстрее с ними наладить новый контакт. Иначе мы будем, мягко говоря, в жопе. Но без них мы Артизию не отобьем. И если мы вскоре не пойдем ее защищать, то это все. Нам с вами нужен фальсивор. Фальсивор-то у нас здесь, понятное дело. Добежать до него нужно еще уметь. А вот он, кстати. Все. Поговорим мы сейчас с ним. Наймем его. Это будет хорошо. Благо он хотя бы не присоединился к Вландии или еще к кому. Это была бы тотальная задница. Но нет. Обошлось. Боль-моль. Давайте вернем себе эти отрядики. И после этого уже отобьем Артизию. Главное здесь успеть, конечно же. Так. Может присоединишься, друг? Он решает, что? Мозги мне повыносить, что ли? Все. 100 человек остается. Еще сколько? 150 ранее. То есть в Артизии все будет нормально. Главное сейчас эту армию забить. Кстати, у армии сколько здесь людей? Так. Ну нормально. 6 человек, как мы видим. Все эти 6 человек у нас останутся по итогу в Артизии. И мы их казним. Тоже минус к Вландии. Для них, по крайней мере. Так. А нам начали захватывать деревеньки. Ну, скорее всего, это, блин. Сказал бы, что южане. А, ну да. В принципе, юженаемный клан есть. Так что это вполне могут быть южане. В Сландии воевать сам не хочу. 100 человек мы из-за этого теряем. Из-за моей лени и нежелания. Но ничего. Главное, что лордиков мы здесь с вами получим. Так или иначе. Потому что ближайшая территория это моя территория. И все вот эти вот ребятки сейчас скинут их мне. В темницу, как мы видим. Только что они здесь были. Вот они. В темнице. Двое. Но здесь почему-то не отображается. Ни Маркон, ни сервик. Какого черта происходит. Абсолютно непонятная для меня фигня. Но давайте попробуем еще разочек. Нет. Их все еще здесь нет. Забагались, видимо. Но ничего. Мы с вами все равно трех довольно-таки мощных лордов вынесем у Гландии. И это для них будет так или иначе потеря. Но в идеале нужно еще найти вторую армию у Вландии. Которая там на нас покушалась. И дать ей за это в бубен. Которая пыталась захватить замок Усанг. Наверняка они скоро предпримут новую попытку. А мы с вами так. Опа. Маркон. А, ну да. Это который забагался. Ну пусть лучше сидит. Вот. Где-то здесь должна быть эта армия. И мы, по идее, сможем ее найти и втащить. Так. Против нас. С Турги объявили еще войну. Потому что закончилось время. Время перемирия. Что довольно-таки плохо. То есть у нас слишком много войн. Пора какие-то уже все-таки завязывать. Думаю начать с той сботании. С которой мы уже с вами можем пойти на мировую. Ну и, видимо, еще с Вландией. Тоже мы с вами завяжем. Ну раз армию вражескую не нашли. То что здесь титьки мять, как говорится. Свалим уже в новые земли. И там уже будем разбираться. Грантор, конечно, мог бы захватить у вландийцев. Это же имперская все-таки территория. Но, блин. Такой мелкий замок нам нафиг не нужен. Тем более пока он здесь. У Вландии осырается больше поводов для войны. А это стоит одного жалкого замка. Так, хорошо. С Вландией вроде как мы должны были уже разобраться. Да. Точняк. В Сландии мировая. Все. Остается с Турги до Южани. Ну, начнем, пожалуй, с Южан. Потому что здесь, как мы видим, они уже воюют с кем? С кузаитами. Кузаиты сейчас плотно начнут их захватывать. Нам это вообще не нужно. Потому что каждый раз постоянно будет сдвигаться центр Южной Империи. Это, естественно, плохо для нас. Черт знает, чем это вообще закончится. Так что нужно захватить замок, про который я говорил. После чего найти императрицу и дать ей в бубен, само собой. Еще один пакт истекает. Это, конечно, плохо. Но ничего. Идем в замок Гаусс, который, ну, довольно-таки слабо для нас с вами укреплен. Что, естественно, хорошо. Нам здесь с вами никто не помешает. С Турги так далеко не зайдут. Им это нафиг не нужно. Ни их же территория. Так что быстро сейчас выловим стены, залетим и захватим замок Гаусс. И вот наши бравые солдаты прорывают стены Гаусса. Конечно же, серьезного сопротивления даже близко они здесь не встретят. Потому что враг довольно-таки слаб и неопытен. Также под раздачу попадает и вторая трещина в стенах Гаусса. Лучники все дохнут и дохнут вражеские. А наши бравые пехотинцы прорывают ряды врагов для того, чтобы захватить территорию, которая положена им по праву. И вот оставшиеся защитники Гаусса убегают в крепость, а мы с вами побеждаем. Территория захвачена и отойдет она у нас с вами одному из наших кланов, как и должно быть. Но перед этим мы, конечно же, немножечко наберем для нее гарнизончик, чтобы она могла за себя постоять. Тем временем нам с вами объявили войну. Также и осырается, пока мы ломали вот здесь стены. И под раздачу... Нет, я думаю, попадает Артизия. Но нет, это все еще этот дурацкий баг, который вечно просто преследует эту игру. Что ж, нам с вами нужно как можно быстрее найти Рустику и убить ее. Чтобы закончить, наконец-таки, войну с Южной Империей и двигаться, начинать дальше. Она находится все еще в замке Атрион. То есть ее все никак не отпустили до сих пор, даже когда ее короновали в Императрицу. Это, конечно, дичь. И забрать ее, к сожалению, никак не представляется возможным. То есть я, честно, без понятия, как можно ее вот здесь забрать. Поболтать с ней, естественно, никак нельзя. Договориться с вот этим вот правителем тоже нет. Но, видимо, придется у Талы Стремительной отбирать ее территорию. Туких вариантов я просто не вижу. Ну что ж, придется. Придется поступить именно так. Потому что нам сейчас нужен этот правитель Южной Империи. Чтобы мы его забили и уже перешли дальше. Так, владеть им буду я пока что. Потом я его верну, ну, изначальному владельцу. Мне, в принципе, замок-то не нужен. Мне нужен лишь заключенный, который сидит в этом замке. Это очень и очень важно. Что ж, отправляемся. И побыстрее, пока сырается, не начали делать всякие плохие вещи. Великолепно. Территорию я вернул своим кланам. Императрицу мы с вами получили. Что ж, можно ее казнить. И посмотреть, куда перейдет Южная Империя. Ну что ж, господа, поздравляю. Мы с вами захватили Южную Империю. И теперь мы с вами владеем где-то 90% всей Империи, как таковой. Да, конечно, сейчас опять будет вагон просто голосования за отдачу тех или иных территорий, тем или иным кланам. Плюс, потенциально, кузаиты могут объявить нам войну. В дополнение к осарайцам, стургам. Что, конечно же, неприятно. Так что нужно как-то с этим разбираться. Вроде как со стургами мы уже можем объявить мировую. Да, так точно. Никаких осад и так далее здесь не было. Так что спокойно со стургами объявляем мировую. Это уже для нас с вами хорошо. Потом сможем еще диатму себе захватить. В принципе, на халяву. Но диатма нам сейчас с вами не важна. Но вот клан диатмы надо бы в идеале убить. Потому что нам он может в будущем помешать захватить какие-то территории ботанские. То есть, когда саму диатму они потеряют. Либо же территории из турски. То есть, где-то здесь они будут нам мешать. Вот эти вот кастомные. Кланы повстанцев нужно вырезать. Но если, конечно, эти сами кланы не перейдут к кому-нибудь в территорию. И сами, так сказать, не канут в лету. Кстати, владений у нас с вами стало прям чума. Как много. Это, конечно, клево. Но и проблемы из-за этого возникли. Кстати, а я тут тупанул. Я же забыл. Я хотел осрайцев прибить сейчас. И это идеальная возможность. Мы сейчас воюем только с ними. Ну и почему бы сейчас не пойти просто на Ониру, Данустику, вот этот вот замок и так далее. И пойти просто начать наконец-таки вырезать осрайцев. Потому что недавно уже, как минимум мысленно, сидят у меня в печенках. Я давно хочу их подрезать им крылышки, так сказать. Почему бы этим не заняться. Так, замок Одриса. Я ей его не отдам. Банально потому. Банально потому. Что эта территория находится на границе с райцами. И, ну, мы сами знаем, как это бывает на примере замка Ториос. Потому что такие пограничные замки зачастую из-за дерьмовых просто гарнизонов и так далее. Становятся просто-напросто жертвами. Таких вот мега, в кавычках, управленцев. Так что, ну его нафиг. Сиронея у нас идет с вами под захват. Ну, сейчас мы, конечно, туда направимся. Плюс ко всему, зайдем с вами в гарнизон, в управление. И настроечки все скопируем во все наши города и замки, которые, ну, по крайней мере, пока наши. Чтобы там уже начинали копиться какие-то людишки. Чтобы нам с вами было, так сказать, попроще все эти территории защищать. Так, владелец чего? Города Фикаон. Фикаон довольно бедный город. Ну, и он находится в центре. Так что, да, можно отдать ей Фикаон. Я удивлен, что другой клан вообще ничего себе не просит. Сам за себя не голосует. Хотя у него как бы есть такая возможность. Довольно-таки странно. Замок Гаус. Тоже под захватом? Нет, это все еще глюк. Причем после моего захвата, что самое смешное. Ну, ничего. Так, грабят здесь наверняка что-то. Но не важно. Нам сейчас главное... Так, достали. Если честно, нам сейчас с вами главное просто вот эти осрайские армии находить и вырезать их пачка за пачкой. Проблема в том, что осрайцы довольно-таки сильны, насколько я знаю. Все это нет, они равны нам по силам. Но у нас такая сила не из-за количества людей, а из-за огромных территорий, не более того. В общем, нам с вами нужно их вырезать просто в армиях, чтобы это было гораздо-гораздо проще. Хотя можно и вот такие вот небольшие. Ах ты собака! Не успела из-за того, что меня здесь отвлекли. Армия здесь... Ох ты ж, срань господня. Армия здесь просто чумова. 700 человек, они сейчас подлечатся и так далее. В общем, мне будет здесь сложновато еще. Да, Сиранею мы с вами уже продули. И вот эти вот постоянные голосования меня еще подбешивают, если честно. Да уж. Устроят мне здесь сущий геморрой. Безусловно. Да, и как воевать сейчас с срайцами в таком количестве, я честно понятия не имею. То есть, во-первых, их больше на 150. Во-вторых, я со срайцами никогда нормально воевать вообще не умел. Абсолютно. Поселение Артизи. Они еще и Артизию осадили. То есть, мне лучше в Артизию сейчас идти. Не, ну это жесть, конечно. Срайцы мне сейчас дадут прикурить, безусловно. Потому что вот вся моя, все мои войска, вся моя армия сейчас находится вот здесь. Вот это вот все, что есть. Сейчас я с Валеней начну захватывать Коренью, тот же Гаусс, Мизею и так далее. И никто им как бы не помешает всей этой армии. Проблема как бы в этом. А эти ублюдки не идут на новую какую-то осаду. Они страдают фигней, идут там в свои назад территории. А мне бегать через всю карту, сами понимаете, не из руки. Не с руки. Я просто не успею на все точки среагировать, ну чтобы их защитить. А срайцы будут расширяться, расширяться и еще раз расширяться. Что, безусловно, плохо для нас с вами. В общем, нужно что-то придумать. Либо же, блин, нанимать самое тупое, что никого здесь нельзя. Потому что осталось всего, тьфу емое, два или три клана наемников. Один из них у нас, два других. Их или уже сдохли из-за Южной Империи, как вы понимаете. Либо, а ну да, все они сдохли. Сдохли вместе со всеми вот империями. Видите, все они ликвидированы. То есть, остался мой клан, как бы считающийся наемником. И Братство Лесов, которое нам служит уже очень-очень давно. И живо оно чисто потому, что оно служит именно нам. Вот такие вот дела. Мне еще и кузаиты объявили войну. То есть, будто мне до этого было прям легко со всем этим разбираться. Мне еще и кузаиты объявили войну. Это довольно-таки плохо. То есть, мы сейчас начинаем терять, господи, территории. Да, мы с вами так или иначе победим. Всех этих ублюдков захватим. Ну, то есть, лордов поубиваем. Мы получим себе все эти территории. И все это само собой разумеется. Но факт в том, что беготня туда-сюда дико меня подбешивает. И мы просто сейчас по факту с вами тратим время на беготню туда-сюда. То есть, Артизию, мне кажется, мы с вами уже не спасем. По сути, своей. Так, здесь вообще Тарик. Полудурок. И вот мы его даже догнать не можем. Из-за того, что мы в армии. Выйду из отряда. Ну, из армии. Тоже ничего особо не сделают. Поселение Ампрево тоже по захватам уже, типа, кузаитов. В общем, чушь Петровна происходит просто тотально. И все наши имперские территории сейчас по факту могут как бы разворовать. Без особых проблем. Так что нужно начинать уже врезать народе, чтобы у них просто не хватало сил собирать такие армии, которым я физически не смогу противостоять. Но, как говорится, проще сказать, чем сделать. Та же армия. Так, что здесь по гарнизону? А, так отлично. По идее, мы сейчас на них нападаем. В теории мне помогает, ну, или должна помогать армия вот эта вот с города. Защитники, гарнизон. А, они будут помогать лишь тогда, когда эти ублюдки начнут осаду полноценную, со штурмом и всей этой фигней. И мы, кстати, здесь с вами побьем сколько? Шесть лордов, в том числе и правителя. Вот, теперь видим. Битва, по идее, началась. Нет, битва не началась. А, как они людей теряют? Вот, черт что. В общем, давайте зайдем в Мокану. Может, здесь мы с вами найдем... Да, вот слабенькую армию, которая уже начала осаду. Вот, наконец-то. Хоть их мы с вами сможем здесь забить. Тем более, на удивление, их тут пятеро. При том, что армия точно такая же по силе, как и предыдущая. Это, конечно, жестко так. Захватили их всех в плен. Но захватил их не я. Так, благо здесь мой замок. Они сейчас всех их кинут в замок. И я их сейчас смогу себе всех забрать. И разом казнить. После чего пойдем уже на вторую армию. И, соответственно, кузаиты без десяти лордов. Это уже значительно более слабые кузаиты. Что для нас с вами, конечно же, плюс. Но предстоит еще очень многое работы. Особенно над кузаитами и осарайцами. Которые что-то вообще обнаглели. Тут типа осада на осаде. Начали прям поглощать мои территории. Точка за точкой, посмотрите. Вот миллион. Сиранэ уже забрали. Артизию все еще пытаются взять. Но там неплохой гарнизон был, по крайней мере. Так что он пока выстоит. Но фиг знает. Потому что сарайцы могут спокойно собрать армию в тысячу человек. И что ты им сделаешь? Да ничего ты им не сделаешь. Здесь еще кузаиты с кучей конелуков. В дальнобойных и так далее. Мы, конечно, можем сейчас пытаться их побить на автобой. Опять же, с кузаитами, со сарайцами. Я просто не умею воевать. Поэтому даже не пытаюсь. Потому что потери будут больше. Даже больше, чем текущие. Поэтому я в это просто не лезу. Ну его нафиг. Мои тактические решения зачастую делают только хуже. Поэтому ну его нафиг. А так. А так. Мы хотя бы с вами побеждаем. Ну и из-за того, что у нас более-менее хорошие медики. Здесь как бы просто еще вагон раненых. Так вот. В итоге 6. Плюс 5. Сколько? Один с лордов получается. По итогу мы с вами казнили сейчас у кузаитов буквально за парочку минут. Было бы это еще быстрее, если бы мне постоянно не высвечивались дурацкие уведомления о том, что давай. Давай территорию разделим. Давай, 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 давай. Отдадим ее тому, третьему и десятому. В общем, как-то так. Замок создаем. Вот еще одна. Фигня с разделением территорий. Да, конечно жесть та еще. Плюс ко всему моей текущей армии нужно сейчас отдохнуть в городе. Для того, чтобы они ну как-то восстановили свои силенки и пошли уже тот же замок в миллион нормально отбивать. Нартизию в принципе я уже болт забил, это все не особо важно. Так что потеряет она в процветании безусловно. Но когда-нибудь она к нам вернется и спокойно за счет мирового времени, когда все будет кайфово на тех границах, она в итоге влияние свое восстановит. Вот как-то так. Как мы видим колотильт у нас допустим содержится. Откуда, где, как он у нас содержится непонятно абсолютно. Откуда вот мы вообще, кто нам принес его на блюдечке эту колотильт? Она сейчас содержится в артизии. Ее естественно отпустят. Но с Вландией мы давно не воевали, видимо. Кто-то там из моих захватил, мне отдал и вот до сих пор эта мадама там сидит. Жестко, конечно. Мировую мы с кем-нибудь можем сейчас объявить, а нам прям жесть как нужна. Со сарайцами можем. Безусловно. Кстати, да, сохраним на самом деле артизию и можем сейчас побить вместо... Вместо сарайцев можем побить кузаитов. Наверное так и сделаем, потому что на противоположную часть территории, ну типа к артизии, я сейчас просто добраться не смогу. Соответственно, ничего у нас с вами больше и не захватывают. Да, потеряли сиране, безусловно. Но мы сейчас с вами можем пристануть кузаитов, чтобы они уже не выделывались и больше нам с вами не надоедали. После чего с полной отдачей сможем заняться сарайцами. То есть кузаитов мы, конечно, всех вырезать не будем, но покалечим их значительно, чтобы их боевая мощь была настолько слабой, что могли бы даже наши чуваки из братства с ними разобраться. Настолько сильно я хочу их покалечить. Но до этого, конечно, как говорится, еще жить и жить. Ладно, что ж там, господа, продолжим в следующей серии. Ребята, там все, с вами был Кит и всем пока. Ребята, там все, с вами был Кит и всем пока.